Привет! В сегодняшнем ролике я дал игрокам довольно необычную, одновременно тяжелую задачу. Им нужно будет сбежать из немецкого лагеря во время Второй мировой. И вам, наверное, интересно, как все эти люди сюда попали. Ну, во-первых, наш лагерь называется Ледл Бэйби, и он сейчас наполнен бывшими военными из Румынии, Болгарии, Словакии, и даже Эфиопа сюда притащили. Я богитель итальянцы из Эфиопии, я ничего не знаю. Тебе смешно, ты, болгар. Кто я болгар, я Эфиоп? И все эти люди, даже каким-то образом Эфиоп, провинились во время битвы за Сталинград. В 1943 году сводная армия союзников Германии прикрывала немецкого генерала Паулюса. Участок, где советская армия наносила контур-удар, был доверен именно им. И вот, ну, румынов, началась танковая атака. Ну, что произошло дальше, вы все знаете. Теперь игроки в 1944 году должны сбежать из лагеря Ледл Бэйби во Франции. Ну, а пока они обдумывают план, вы можете поддержать ролик лайков, чтобы алгоритмы Ютуба помогли ролику по армии выйти в рекомендации. Заранее спасибо. И работники лагеря полностью оправдывают его название. Вот, например, командир Адекватыч. У него то часы крутятся со скоростью света. Ой, я на часы нажал, а тут как-то все быстро идет. Аномалия какая-то. Он взлетит. Пацаны, у меня проблема, меня подкинуло. Мне страшно, мне страшно, я сейчас разобьюсь. Все, пацаны, пока, пока, пока. Ладно, я выжил. Сейчас я окажу себе помощь и вернусь в лагерь. То солдаты в его подчинении голыми бегают по лагерю. А че ты разделся? Меня обохрали. И не умеет снимать кепки. Где эту кепку, брат, она мне не нравится, ни хера. С головы просто сними ее. Но в день побега у него окончательно сорвало крышу, потому что он общается с воображаемыми людьми. Я сейчас нахуй кулаки размахиваться буду. Давай, давай, иди. Командир, у кого нет реакции, что с ними? Так, давайте, давайте, вперед, если не пойдете, ну все, пока. Я даю вам одну минуту, чтобы очухаться, иначе я вас расстреляю. Но высшее командование еще хуже. Я не знаю, кто доверил правление лагерем людям по имени Качан и Банан, но они реально монстры. Один постоянно на всех орет. Еще один прекрасный день в прекрасной стране для таких непрекрасных людей, как они. А другой при любом удобном случае дерется. За что мне пропила? А вот этот пулеметчик вообще какой-то странный. Если он уйдет в работу, вы встанете на КБП и будете расстреливать всех, чтобы пытаться покинуть. О, обожаю такую работу. Также своей криворукостью славились обитатели лагеря. На завод идем, короче, ребята. После Сталинграда им доверяют только таскать ящики, и то с проблемами. Вот, например, так тащили ящик с гранатами. Так, а возможно ящик с оружием стоит спрятать от заключенных? Какие-то ящики просто закидывали небо, а некоторые пытались не работать и говорили, что они не умеют пользоваться руками. Бля, как не... Как это сделать? Бля, ты чё, у меня воруют ящики. Боже не могу поднять. Я даже рук цвет не вижу. Но работы были выполнены. Отойди, быстро! Ой-ой-ой, я сомневаюсь. Что происходит? Не стреляй, не стреляй, пожалуйста, не стреляй. Как я скучаю по своей родной Италии. И ситуация на фронте очень быстро менялась. Войска советников уже освобождали Францию и приближались к лагерю. Поэтому заключенные начали продумывать план побега. И у кого-то они были очень странные. Вот солдат пытался бежать в стену. Другой уже почти убежал. Забрался на казарму, но потом зачем-то развернулся и решил снять штаны. Но потом беглец-эксперсионист был ликвидирован. Всё, всё. А ну вышел. Не могу, я застрял. Также убежать пытался и солдат Эфиоп. Он надел немецкую форму, но не учёл одного момента. Короче, он похож на человека, который бегал со трибунами? Не знаю, есть и на Алис. Какие вопросы вообще могут быть? Голос точно такой же и вид. Но есть и те, кто продумал эту деталь и нацепил на себя платок. Но немцы его узнали. Ты из какого отделения? Именно... Деление. Немедленно. Он шестой. А кто твой командир? А он мёртвый, я не помню. Я командир шестого отделения недоумал. И в какой-то момент солдату дебилу везёт, и он достаёт винтовку. На общем построении в окружении двадцати немцев и стреляет. Заговор! Там врача нужно? Вот, может, я помою. В общем, как-то с побегом не шло. Но потом появилась организация за санксов. Неожиданно многие заключённые начали постоянно проситься в туалет. Можно пасать? Нет, вы можете хорошо приделать. Это сейчас пойти на работу. А я пасу и пойду на работу. Извините, а я туалет искал. А где он здесь? Что, в туалет? Срочно в туалет. У нас в столовке просрочка была. Мы в туалет. Также они проводили в нём очень много времени. Вы там пасали или нет? Нет, ещё подожди. Но у нас форма труда. Что вы там взвоём делаете в туалете? Но тайная полиция раскусила этот план. Заключённые делали подкоп в туалете. И немцы решили ликвидировать эту организацию. Дайте посрать. И немцы, устав от этого всего, уже решили уехать на пикник. Есть предложение, просто поехать всем дружим на море заезжите. Да, Варя, какой море? Успокойся. Мы, бравые солдаты германская армия. На море, хотя бы на озеро. Пф, на шашлычки съездить нормально. Честно, на шашлычки с мужиками. Мы этих с собой возьмём просто в машине. Но, несмотря на разгром из ассанцев, румынских бойцам удается найти пистолета. Патроны подготовятся к организованному побегу. Они все собираются в одной казарме, и план был подготовлен. Но неожиданно немцы возвращаются с пикника, и у них что-то не самое лучшее настроение. Хоп, дверь открыли. Я... Ничего себе. У кого есть гранат? Дыбь, дверь открыл. Ладно, я захотел, да, блядь? А ну, закрой, нахуй, дай. Как это... Лопаты не были. Лопаты, все покоя, мы сейчас откроем огонь по двери. Хоп, дверь открыли. И в казарме начинается паника. Чего нам... Кобер, ты есть. Пошлите спать на полу. Рот, это сверху опа. А, хрязня. Спасите меня. Почему я умираю? Дверь закрыл. Чего там? Чего вы творите? Хватит, друг. Знаете, медицина, мне медик нужен. Здравия. Закрой дверь. Помогите. Да, у нас тут поножовшина. Больше не могу здесь находиться. А еще начинает налет американская авиация. В казарме вообще не понимают, что делать. Убейте нас, пожалуйста. Что происходит? Помогите, почему все трясет? А ну, пошел, пообрату в барак. Подожди, я перевязываю. Мне, пообрату, идем в барак. Я сейчас в очередь приехал. А, ну, пошел, пообрату. И немецкая администрация предлагает ликвидировать заключенных. Прием, прием, командир пятого. Машины горят. Ну, пока вроде бы не бомбят, но мы держим заключенных. Если что, мы готовы нейтрализовать. Снаряды продолжают падать, и немцы пытаются слишком близко успокоить заключенных. В какой-то момент кто-то из них выхватывает пистолет-пулемет и начинает стрельбу. И немцы пытаются всех успокоить гранатой. Граната, граната, граната. И кто-то из немцев перепутал гранатой и кинул домовую. И заключенные начали разбегаться, немцы их пытаются остановить. И в лагере ночью с собой. И постепенно заключенные завладели немецким вооружением. И транспортом. Теперь им нужно было выдвинуться в стороны американцев. Но румынские водители сначала влетели в один грузовик. А потом в другой. И ремонтируя грузовики, румыны потеряли больше времени, чем сбегали из лагеря. Но ладно, они едут. И главная задача это не попасть к русским и доехать до американцев. И как вы думаете, до кого доехали румыны? Правильно, до вермахта. И странно, что командир вермахта не сразу раскусил румынов. Потому что очень странно выглядят грузовики, которые при виде немцев начинают сворачивать с дороги. Позже немецкий командир попытался поговорить с солдатом, но он был похож на кого-то дебила. Дорога закрыта. Мы отступающие из концлагеря ближайшего. И потом румыны все-таки смогли обмануть командира. А я не... Он не заблудил. Нас приказывает генштадово двигаться на запад. Я ваш фанат. Но появилась новая проблема. Румынов, как часть вермахта, кинули на оборону ближайшей деревни от американцев. И румыны вообще не понимают, что им надо делать. Как противник. Короче, да. Можно, смотрите. Ну, вот, смотрите. Типа... Ну, давайте вот это, в передний дом возьмем. Право еще окопы вырвем. И вот уже начался бой. Противник. Блядь, подпедали. Дом, до нас. И румыны не ожидали такого боя, и уже собираются бежать в Британию. Британские острова. Блядь, британские острова. Но потом все отделение поджимает к одной стенке, и даже в таких условиях румыны и болгары успели перестрелять друг друга. Ахуя вот это... Кто? Кто по нему стреляет? Ну, что, дети? И начался тяжелый обстрел. Британские острова. Братцы отверстие. Братцы отверстие. Я левой. Я эту борьбу сошел. Блядь. Что он за мной такой сделал? Оружие, ссуто, деталируют. Ой, нет, мандир. Это отречет взрыв. Нет лехантов. Нет ст Treat. Вперед. Я в Аркентинск. Девянцевый браньевик, за бассейт. И вот, кто-то из солдат находит американскую форму, переодевается, уже может убежать, но тут прилетает американский снаряд. Как вы думаете, сколько игроков смогли выжить? На самом деле много, 10 человек сообразили, что сражаться бессмысленно, и кто-то убежал через леса, а кто-то украл БТР. Вот такой побег у нас получился, и если вам понравился такой необычный ролик, то поддержите его лайком и подпиской на канал. Это реально поможет, и тогда я выпущу, как игроки делают военный переворот, ну или что-то такое. Ну а на этом все, я напоминаю, что вы можете поддержать ролик лайком, а канал подпиской, также не забывайте писать свои дела в следующих видео в комментариях, спасибо.